70% из зарегистрированных в этом году наркопреступлений – это незаконная продажа наркотиков. Лица, занимающиеся распространением психотропных препаратов, нередко встают на преступный путь с целью получения легких денег. Но впоследствии, получив значительные сроки лишения свободы, многие из них задумываются, а стоило ли начинать. Ни для кого не секрет, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков относятся к категории тяжких. За сбыт или хранение таких препаратов можно получить срок до 20 лет лишения свободы. Несмотря на впечатляющие наказания, по-прежнему находятся люди, готовые рискнуть ради наживы. Главная мотивация – заработать как можно больше денег. Ранее бывало наказания, но только они не были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Освободился, столкнулся с трудностями, не мог туда устроиться. Нередко осужденные признаются – думал хитрее всех, сейчас обману, но скоро обязательно соскочу. Большинству это так и не удается. Результат один – задержание лицом в пол, наручники и фасованные свертки с запрещенными препаратами, которые полицейские извлекают из тайников, например, пачек сигарет при свидетелях. Желание быстро заработать, я считал, что это никакие деньги, это как-то втянуло меня. Вошел во вкус, забыл о том, что в принципе все это наказуемо. О том, что совершил, и никакие деньги не сравняются с лишением свободы. Сложно сказать, действительно ли получив длительный срок, бывшие наркоторговцы осознают, что на самом деле потеряли и раскаиваются ли в совершении преступлений. Но что точно известно, изоляция заумышленников от общества порой – единственный шанс для них остановиться. Количество лиц, содержащихся в учреждениях области за преступления, связанные с незнакомым оборотом наркотиков, постоянно увеличивается. И на данный момент составляет почти 37% от общего количества осужденных. Находятся и те, кто пытаются реализовать наркотики, уже находясь за решеткой. В этом году при попытке доставки в колонии и СИЗО изъято 634 грамма наркотических и психотропных веществ, что в три раза больше, чем в 2015-м.